ДИДЖЕЙ СУВЕНИР ДИДЖЕЙ СУВЕНИР ДИДЖЕЙ СУВЕНИР какую-то аудиторию, да, какого-то человека. То есть ты адресуешь кому-то свою музыку? Ну, вся моя музыка, лирика, в основном все про одну девушку, которая разбила мне вот этот аппарат. Сейчас у меня уже немного уходит это, и поэтому меняется моя песня. Ну, как я не писал для нее, я писал про свою жизнь. Вот. А все мои песни для всех моих слушателей и вообще для всех людей. Я ей это не адресовал, но просто если она послушает, она все поймет. То есть это моменты их жизни. Расскажи, ты сегодня являешься участником Black Star. Да. Как ты туда попал? О, на самом деле это все получилось так как-то внезапно. Я помню, у меня еще мои друганы со школы, которые говорили, мы с тобой сидели когда-то в кафешке в девятом классе, и ты смотрел клип Тимати и говорил, блин, было бы прикольно когда-нибудь с ним поработать. То есть мечты сбываются на самом деле. Я долго думал об этом, и думаю, блин, вот было бы прикольно когда-нибудь поработать с Тимати, попасть там в лейбл Black Star. И так получилось то, что они мной заинтересовались, и мы как-то сошлись на одном. И вот я подписал контракт. Ну а скажи, а плюсы как бы участия? Ты сказал, что в принципе там нет никакой кабалы, да, и довольно-таки все спокойно, свободно. Что от тебя-то требуется? Как бы зачем ты им нужен? Конечно, это работа, в первую очередь, то есть работать, работать и работать. Я как бы хочу развиваться не только творчески еще и душевно, лейбл Black Star как раз очень помогает в этом, потому что работать с Тимати – это очень круто для меня, потому что он, знаешь, такой серьезный, такой, знаешь, выдержанный, умный чувак. То есть я всегда вот прихожу к нему с советом, он мне говорит, есть еще Пашу, генеральный директор лейбл Black Star, тоже очень умный парень и прям… Ну а скажи, а рамки какие-то есть? То есть они говорят тебе, о чем писать, как выглядеть, чем заниматься? Нет, рамок нет никаких, то есть творчество, оно мое творчество. Они мне ничего не навязывают вообще никак. То есть я вообще никак себя не ограничиваю, пишу то, что нравится, то, что хочу, о чем думаю. Ну на сегодняшний день у тебя альбома ни одного нет. Нет, я считаю, мне пока рано, вот честно. Много разных эмси, рэперов и разных исполнителей, когда у них выходит там пару песен, они думают, все, сразу надо альбом. Мне кажется, мне надо как-то сначала устояться. А ты сливаешь свои треки вот в интернет? То есть ты написал трек, слил его и потом смотришь, как бы что происходит? Или же ты копишь, копишь? Лейбл Black Star так-то меня и нашел из-за интернета. Я выложил свой трек «Любовь сети», он еще тогда назывался «Слово люблю» потерял свой смысл. Я его сначала написал, думаю, надо клип на него стоять. Знаешь, такой, ну, сами с пацанами собрались, сняли на фотик. Выложил в интернет и через недели-две уже миллион просмотров бабахнул. Я думаю, о, ничего себе, как такое вообще. Я крутой, черт возьми. Не, я никогда, не крутой, я думаю, блин, как такое может быть? То есть это нереально, такая огромная цифра. Потом 2 миллиона, потом 3 миллиона, 4 миллиона. Вот, и, то есть я сначала из-за интернета как бы. То есть парень, парень, поднявшийся из интернета. Ну, ты долго выбирал трек, который сегодня исполнишь. Скажи, на чем остановился, что это будет? Как раз читанул трек «Любовь сети», вот как раз, который набрал 4 миллиона просмотров в Ютьюбе. Думаю, если кто-то его не слышал, послушает, проникнется смыслом. Ну да, будет миллион один просмотров, потому что у нас на смотрах всего лишь один человек. Спасибо тебе огромное.